Всем доброго и бодрого утра. Время сейчас пол седьмого утра. Я, честно говоря, думала встать в шесть. Планировала, оставила будильник. Долго не могла уснуть. А в шесть не захотелось спать. Как-то так. Еле себя подняла в пол седьмого. Всю ночь просто льёт дождик. И сейчас он тоже, может, посмотрел по прогнозу и на целый день. Надо сейчас вставать и собираться. Мы едем в Симферополь, везём маму на химиотерапию. Нужно встретиться с химиком. Потом обговорить встречу с онкологом. Когда к нему и как можно записаться. Потому что к нему запись, как мне сказали, бешеная. И нужно об этом, обо всём. Заранее договариваться. Вчера с ума суховатного. Я сижу, ела мюсли и пила чай. И звонок у меня, короче, с незнакомого номера. Я беру трубку. Мне говорят, добрый день. Значит, имя, фамилию не говорят. Вы не забыли, что у вас завтра второй курс химиотерапии клиники генезиса. Девять утра, поезжайте. Девочки, у меня ложка была в руках. И она у меня упала. Я в шоке. Я вроде как понимаю, что это мама. Но мне как... А девушка говорит на другом конце провода, что вам завтра на химиотерапии чуть плохо не стало. Говорит, будь вам донесать. Говорит, а вот не мне, а моей маме. Вот как бы... Вот так. Так что вам пожелайте на удачки. Погода, конечно, сегодня с самого вечера оттасная. Всю ночь дождь. И вот сейчас время 8.50. Дождь и не прекращался. Красивый аэропорт. Крымский. Это сейчас хоть аэропорт на аэропорт похож. Потому что раньше был какой-то вообще как будто в сарае какой-то прилетаешь. Лёша часто раньше летал? Видимость, конечно, очень плохая. Плюс ещё дождь. Должны быть очень-очень внимательными в дороге. В такую погоду. И всё. Поворот в Мирный. Здесь уже недалеко за поворотом частная клиника. Генезис. Здесь, кстати, наша Кума купила квартиру себе рядышком. Столько машин. Просто какой-то кошмар. Очень много. Большой плюс частной клиники. Что у них есть парковка. Не витивая? Не знаю. Сиферов? Что не надо искать себе парковочные места. Если ты пациент данной частной клиники, то въезжаешь вообще беспроблемно. Всё очень удобно. В отличие, конечно, от государственных больниц. Комфорт превыше всего. Вот приятно, конечно, в частных клиниках. Всё для людей. Красота. Привезли мамамулечку на вторую химиотерапию. Иншаллах. Чтобы всё было хорошо. Такие кожаные диваны. Очень удобные. Столик. Чистота просто идеальнейшая. Так садишься, и тебе комфортно. Так, я на кресле. Ты уже, мам, пошла? Ты посмотри, может, там ещё занято. Сейчас надо сдать документы, если проверили. Посиди пока. Очень удобное кресло такое. И диван удобный. Да, класс. Вот это комфорт. Я вот это понимаю. Бахилы бесплатные. Их там много. А то, Марьяна, бегаешь 5 рублей целыми и ищешь, чтобы бахилы купить. А здесь бесплатные. Кстати, в Марьяна, в регистратуре, да, очередь очень долго, долго пропускают. А здесь всё очень быстро. И персонал настолько доброжелательный, настолько позитивный. Это не может не радовать. Потому что когда ты выздоравливаешь, да, тебе очень важно, чтобы был комфорт. И вот, например, в такой сейчас на клинике ты как будто бы ощущаешь себя в каком-то доме отдыха, да. И ты просто получаешь сейчас выздоровительные микстуры. Потому что обстановка просто шикарная. Класс. Мама сейчас даёт анализ. Ей надо ещё один анализ. Сейчас срочно дождать. И потом уже будет подниматься наверх, на третий этаж, на химиотерапию. Такие лифты комфортные. А в Марьино, на третий этаж, подниматься ножками надо. А здесь на таком шикарностном лифте. Всё, дали допуск вами на химию. Сколько, интересно, ты сейчас будешь копаться? Не знаю. Вот такая женщина здесь шестая, у неё была шесть часов, да? Но у меня в прошлый раз три двадцати. Так у неё уже второй рак. Второй рак груди, второй рак в гортоне. Оставили мамулечку копаться. А сейчас мы едем в торговый центр Меганом. Он здесь рядышком. Давным-давно я там не была. Уже хочу скушать какую-нибудь вкусняшечку. Может попить лёгкий кофе. Не знаю, на миндальном или на кокосовом молочке. Погода сегодня шепчет. Такая вот где-то, знаете, посидеть в уютненьком ресторанчике, в кафешке. Здесь вот новый район, по-моему, если не ошибаюсь, называется Жигулина роща. Очень красивый райончик. Здесь у Даши Алисенька ходит в садик. Говорит, садик, конечно, шикарно. Я ей охотно верю. Здесь различные магазины на первом этаже, торговые центры. Ну, в общем, классно. И ещё здесь огромный центр рядом. Это Меганом. Вообще, конечно, моя мечта жить в большом городе. Вот в таком каком-нибудь доме шикарном. И к этой цели нужно, конечно же, идти. И да, я бы сейчас еле вкусный чай бы купила. Но не знаю, в общем, я сейчас выберу, чего. Мне и моему позажителю хочется больше всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 все те же да это волосики не упали вот теперь упадут это наверно очень у вас волосы быстро уже упали буду а то что быстрее волосы нужно потихоньку начали до волосы падать вот после но ты как откапалась вообще как состояние вот теперь еще 21 до 5 января квест у нас поднять гемоглобин гликоциты и тромбоциты но все равно сдать на всякий случай чтобы мы лейкоциты всегда проверяли по столик это гемоглобин и могла бин тяжело поднимать это хорошо им но все равно надо не то что хорошо надо то что вот ты правильно питаешься лишь нужно вот кстати женщина же с мужчиной стояли здесь со мной когда вот и вот вместе с этим мужчиной да 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 у него четвертая стадия рака легких этот он сам врач он сам врач и представляешь да не я тебе к тому что вот он врач но он по моему этот ну врачи что же по специальности разные короче они не знали что есть такое как онкологический напиток игры есть игру я хорошо поднимает показатели она побежала потом горит я вот в аптеку сбегу куплю ему вот онкологический напиток все же один раз в сутки все равно надо пить на ночь я пью 7 его пил потому что вот он не хорошо спишь да хорошо ну хлорофиллом вообще надо пить 7 не только онкобольны чистить органы что поешь столовую не хочет он сказал перед 15 минут ждать ну ты поешь да это не буду я наелась вьетнамского супа ну да там еще этот грибы и креветки были мы слева увидели как там это все принесли и очень долго думали как там это поесть нам захотела какие мы только долго думали как это правильный кус это рядом и а рядом узбеки были они там кафе держат смотрят и едят пупок но нам захотелось вьетнамского супа лёха говорит там там еще такие вот баночки принесли а с этим еще делать и врата все в супке игроты все короче вы все что было нам в баночках принесли ему все суп но ничего вкусно вот так знаешь одного раза пойдет на вкусах с удовольствием поймем вот этот мужчина него четвертая стадия у него лейкоциты гемоглобин тромбоциты рухнули и думали что его сегодня на химии не допустят там горит буквально чуть-чуть и уже бы не допустили тоже тишина такое спокойствие ну и утром все равно здесь не столько народа как в генезисе ой в генезисе грушмарина но знаешь капаться сегодня у народа много и мы еще я еще сидела в золах долго ты жила да она мне сразу бы займите очередь вот это они не капаться 6 часов сразу занял опять же мужчина и это но все равно с не такие очереди как там несет капают по 5 часов не только два часа не только полтора начали люди выходить до его у нас только больных сейчас я нас здесь хоть знаешь вот здесь сейчас на клинике хватит атмосфера как будто ты в санатории волшебные пилюльки пьешь оздоравливаешься до атмосфера здесь шикарный гляну позвонила заявил как раз сейчас я уже немножко оставалась за зерка иду разговаривать с химиком узнавать как нам дальше все что делать потому что следующая фима мама этого января маза приехали в город сейчас я долженскую консультацию не надо записаться на прием к гинекологу своему сейчас посмотрю если она работает я ее попросу послушать пощупать раме я знаю никогда не отказывает потому что у нас все хорошие отношения она адекватный человек моя с адекватными тоже адекватных базу подарки которые купили отнесем ухта улица сейчас колотун царай пришел дедушка нам на подмогу чтобы мы быстрее перенесли подарки мы что-то забыли что у нас еще одна коробка в салоне и вот сейчас муж пошел относить пока все это дело у нас здесь рядышком нас еще продукты которые надо а занести мне же волосы намокли хочется уже дома принять положение лежа там я представляю сколько у меня уборки еще девочки на обратном пути заехала женскую консультацию и там запись гинекологу к моему было только на пятницу на 17-20 но так посчастливилось а вот знаете отблагодарить всевышнего за то что вот все что делается все делается к лучшему и всегда благодарите за хорошее да вот я у этого гинеколога с момента как я забеременела крины и с ее медсестрой и обоих зовут одинаково я с ними всегда в хороших отношениях они очень хорошие люди и как специалисты что медсестра что врач очень хорошие и как люди очень приятными действительно с ними очень приятно и в регистратуре спрашиваю расскажите пожалуйста она сейчас ведет прием она говорит да я подхожу они никого нету возле кабинета я к не зашла гороза мир арифатовна что-то у меня такие вот подозрения а вот и наград ну давай посмотрим на это на никогда мне ни в чем не отказывает она доплером прослушала наград сердечко прослушивается животик уже мягкий не нервничай все хорошо записалась я уже на 29 ноября хотел сказать декабря на узи а вот она горит животик все в норме все хорошо измерьте пожалуйста еще мой животик для кажется что он маленький нам не измерила грационе беспокойся но вы знаете я очень в этом плане истеричная мама даже у деток если что-то болеет что-то случается я прям в истериках бьюсь я вроде как хочу там показаться сильной а по факту я сильно истерию все наградцы в пятницу не приходи ангар это все посмотрели иди теперь на узи мне надо еще сдать кровь и мочево анализы грех волосы вышнему спасибо всем огромнейшее спасибо за поддержку знать это дорогого стоит потому что но уже знает возраст когда молодой конечно сильнее потому что переживаешь да вот и вот как чуть что водка когда кажется уже бежать к врачу да показывается когда уже врач посмотрел все прощупала она меня и прощупала и животик измерила и доплером все прослушала все она сделала хвала всевышнему все хорошо